Дети в праздничных колпаках столпились вокруг торта, который мастерят своими руками. Так ребята поздравляют детский сад с днем рождения. А уже позже свечи на торте настоящим задувает мэр Сочи и воспитанница нового детсада на Мацесте. Здание возвели сжатые сроки. Корпус на 120 мест – это пристройка к уже существующему на 80. Его, кстати, и построили здесь тоже совсем недавно – всего 5 лет назад. Строительство детского сада началось в июне месяце 2018 года. В принципе, не так долго строился детский сад. Наша постройка на 120 мест. Это 6 групп. В новый детсад пойдут и дети семьи Маркарян. Артем, когда подрастет, а Эвелина уже этой осенью. Ждали, конечно. Очень красиво, все шикарно. Вот в сентябре, наверное, пойдем в садик уже. Ну, здесь все красиво. Я в этот садик ходила, когда он еще был старый. Мои дети ходили в этот садик. Теперь внуки пойдут. Новый детсад назвали город детства. И действительно, здесь есть все для счастливой жизни малышей. Просторные игровые, уютные спальни и настоящий спортзал с тренажерами. И, конечно, море игрушек. Сегодня их стало еще больше. Какой же день рождения без подарков? Детям игрушки, подрядчикам благодарственные письма. Новое здание построили исключительно за счет средств инвестора. Нами принято решение о том, что при строительстве жилья, чтобы бизнес строил и социальные объекты. Вот этот объект построен исключительно только за счет средств наших предпринимателей, строителей. Но, естественно, что они не пожадничали. Хочу сказать, что купили самое лучшее оборудование, самую лучшую мебель. Они сделали, наверное, самые качественные комнаты. Детсад номер 4 на Моцесте – это еще один шаг к решению проблемы с очередями в дошкольные учреждения в Хостинском районе, где вопрос стоит острее всего. Население курорта за последние пять лет увеличилось на 200 тысяч человек. Из них почти 30 тысяч – это дети. Город просто не успевает за темпами миграции, да и рождаемость растет. Не попадали, к сожалению, дети на полный день с трех лет. Мы предлагали альтернативные формы. Это и группы кратковременного пребывания, и семейные группы. Но, к сожалению, родители это не устраивает. Мы это прекрасно понимаем, что нам надо строить детские сады, чтобы каждый ребенок с трехлетнего возраста, а позже и с двухлетнего возраста, мог пойти в детский сад на полный день. Через три месяца в Хостине на улице Октября откроют детский сад на 280 детей. Еще 240 мест городу дадут три пристройки. Это планы до конца года. Вообще, последний полноценный детсад в Сочи открывали еще в начале 80-х. Отношение к этому вопросу кардинально изменилось благодаря позиции главы города Анатолия Пахомова. Только за последние 10 лет в Сочи открылось 30 дошкольных учреждений, 9 из которых полноценные детские сады. Грандиозные планы и по строительству школ. К 1 сентября свои двери откроют новые корпуса 82-й школы в Дагомысе и 15-й гимназии на Макаренко. Там же к концу года отремонтируют старое здание СГУ. Это еще 1100 мест для школьников. Ну а на ремонт всех учреждений образования в Сочи в этом году потратят больше 270 миллионов рублей. И здесь бизнес тоже не останется в стороне. За каждой школой закреплен шеф. В этом году меценаты помогут в ремонте 19 школам и детсадам в Сочи.